Кто управляет прошлым, тот управляет будущим. Кто управляет настоящим, тот управляет прошлым. Джордж Оруэлл Еще при жизни князя Дмитрия Вишневецкого в Европе называли великим воином. Ун гран зольдато. Так о первом казацком гетне написали тогдашние итальянские источники. Впервые имя Дмитрия Вишневецкого встречается в документах 1545 года. Он упоминается как собственник нескольких волынских сел. Вскоре князь становится лидером казацкого войска, единственной мощной силы в борьбе с турецко-татарской ордой. В середине 16 века староста приграничных украинских воеводств Великого княжества Литовского организовал вокруг себя разрозненные казацкие ватаги. В эпоху славного Байды, как величал народ гетмана, стала писаться история войска Запорожского. Кто стал отцом-основателем первой Запорожской Сечи? Дмитрий Байда, князь Вишневецкий, украинский магнат и аристократ. Кого брали на казацкую службу? Ну, прежде всего, на Сечи набирали свободных людей. Почему московский царь мечтал о запорожском войске Дмитрия Вишневецкого? Если у казацкого войска, так сказать, покупали саблю, то это была качественная сабля. Дума об Айде Великое княжество Литовское присоединило украинские земли во второй половине XIV века. Прибалтийские вельможи пришли на территорию Киевской Руси, как ее освободители из-под татарского Игой, и как собиратели земель, раздробленные битвами и междуусобицами древней державы. Литовское государство во многих моментах скопировало древнерусское устройство. Во главе государства стоял великий князь, его власть поддерживали крупнейшие землевладельцы – бояре. Власть князя и бояра опиралась на дружинников, которые получали землю за свою военную службу. Также на разных территориях литовцы пошли на сотрудничество с различными династиями, с местными боярскими династиями, которые стали основой будущих родов, магнатских родов Великого княжества Литовского. Так, например, из числа таких родов мы можем выделить семью Острожских и семью Вишневецких. Именно с Дмитрия Вишневецкого историки начинают вести летопись украинского казачества. Истоки славного воинства нужно искать примерно в 1554 году. Тогда приграничный староста украинских земель Великого княжества Литовского Дмитрий Вишневецкий бросил вызов опустошительным татарским набегам. Орда неустанно грабила села, убивала мужчин и уводила в плен женщин и детей. Нужно было остановить агрессию неугомонных соседей. Для этого на границе с Диким Полем воевода предложил возвести фарпост. Пребывание украинских земель в составе Княжества Литовского – это то же, что и пребывание других земель в составе другого государства в период отсутствия ее государственности. Судьба украинских земель отличалась тем, что литовская политика была, если можно так сказать, более гуманной, более украиноцентричной. Литовцы использовали все достижения Украины, все достижения Руси. Также они использовали экономический и военный потенциалы украинских земель, использовали выгодное географическое положение и природные ресурсы. Выбор места для построения фарпоста пал на территорию внизу в Еднепре. Здесь, за каменными глыбами, так называемыми порогами, возвышался неприступный остров Малая Хортица. Он понравился Вишневецкому высокими скалистыми берегами, которые подходили для дислокации флота. С этой локацией было очень удобно выступать в походы из Днепра в Черное море. Дмитрий Байда, князь Вишневецкий, украинский магнат и аристократ. Когда возникла необходимость защитить украинские земли, именно сельские, земледельческие территории от набегов крымских татар, он построил крепость и основал Запорожскую сечь. Она возникла на одном из Днепровских островов. Там, на пути нападения Орд, возвел вот такую вот залогу. То есть блокпост, как сейчас бы мы сказали. На острове Хортица казаки выкопали глубокие рвы, насыпали неприступные валы и приготовили помосты под артиллерию. В основу форпоста лег опыт возведения оборонительной архитектуры средневековых замков. Ее в свое время изучал князь Вишневецкий. Крепость получила народное название «Сечь» от глаголов «сечь» и «беспощадно рубить ненасытных врагов державы». Прежде всего, туда набирали свободных людей. Сначала, скажем так, Байда Вишневецкий был отправлен туда специально, чтобы организовать оборону. А потом уже это было стихийное явление. Оно тоже поддерживалось со стороны Польши. Обычно туда сбегало много людей разных национальностей. Главное требование – это православие. Должна была быть вера в Бога. Центральный вход на сечь был один. Запирали его крепкими деревянными воротами. Через ров пролегал подъемный мост. Под валами стояли казацкие жилища, так называемые «курини». Строили их из дерева, покрывали камышом или шкурами. Посредине Хортицы оставалась площадь, где проходили военные советы Вишневецкого и старшины. Стать запорожским казаком, в принципе, нужно было только одно требование – это собственное желание. Среди казаков были представители различных национальностей, кроме украинцев. Это были и поляки, и белорусы, и евреи, и встречались и московиты, известные также представители и западноевропейских государств. Для сечи, скажем так, понимание веры, православия – это был, скажем так, скорее внешний символ, чем какое-то основное требование для того, чтобы человек мог стать казаком. Ну и прежде всего это должны были быть, скажем так, определенные физические качества, которые позволили бы человеку стать воином. Следует сказать, что большинство запорожских казаков, абсолютное большинство, было не знатного происхождения, это были не дворяне, не представители шляхты, это были бывшие крестьяне, бывшие мещане. Также присутствовало и духовенство на территории сечи, традиционно всегда были православные храмы, что объединяло казаков запорожских, в первую очередь великие. Обязательным, без исключения требованием казаков было на сечи православное вероисповедание. Но это не исключает того, что очень многие люди, представители дворянства, шляхедства, того периода, как украинского, так и польского, становились казаками и присоединялись к свободному, вольному, такому рыцарскому сообществу запорожских казаков. Дмитрий Вишневецкий первым среди старост пограничных городов перебрался на постоянное жительство за Днепровские пороги, на Хортицу. С тех пор о смелости его войска заговорила вся Европа. Это была тактика такая, не совсем похожая на то, что происходило в военном деле Европы в то время. В Европе в то время военное дело сводилось в основном к осаде крепостей, то есть долгая осада различных крепостей, это было очень важно. В степи крепостей не было, в степи перемещались только очень быстрые отряды, как правило, татар и турок. Поэтому казаки были фактически ответом на очень активную экспансионистскую политику татар и турок в степях Украины. Одна военная крепость на Хортице не могла окончательно пресечь агрессию турок и татар на украинских землях. Дмитрий Вишневецкий решает перейти в наступление и взять в осаду ряд мусульманских укреплений. Это был смелый и решительный поступок, считают историки. После чего турецкий султан Сулейман I неоднократно в своих письмах к великому литовскому князю Сигизмунду II требовал наказать Гетмана за подобную дерзость. Но Вишневецкого кляузы не волновали. Он продолжал защищать украинские земли и путь в столицу Великого княжества Литовского. Гетман стремился расширить антитурецкую коалицию. Он начал переговоры с московским царством. Его правитель Иван IV Грозный от выгодного союза не отказался. Военный союз Вишневецкого с Иваном Грозным пришелся не по душе вассалу турецкого султана Крымскому хану Девлет-Гирею. В январе 1557 года он двинулся к стенам Запорожской сечи. Осада продолжалась 24 дня, писали хроники. Татары с большими потерями отступили в Освоясе. Вишневецкий гордо сообщил литовскому князю о блистательной победе. Воевода заверил, что пока стоит Хортицкая крепость, никто не сможет пройти через украинские земли. Гетман просил своего сюзерена прислать подмогу и огнестрельное оружие. Однако в ответ получил лишь слова похвалы. Тогда за материальной поддержкой Дмитрий Вишневецкий решил обратиться к Москве. Царю было выгодно предложение антитурецкой кампании казаков. Поэтому на сечь таки прислали немного денег. Также Иван Грозный был наслышан об отваге запорожских рыцарей. Слава об их военных успехах разнеслась по многим европейским державам. Поэтому с финансовой поддержкой пришло и приглашение на воинскую службу. Военный рынок в те времена действовал под тем самым законом, что действует и сейчас. Есть спрос, есть предложение. Тебя не покупают, значит ты плохой. А если тебя покупают, значит ты хороший. То есть если у казацкого войска, так сказать, покупали саблю, значит это была качественная сабля. Между тем крымский хан Девлет-Гирей вместе с турецким войском в очередной раз двинулся к Хортице. Теперь после длительной осады князь вынужден был оставить крепость. Сечь была разрушена навсегда. После горькой потери у Вишневецкого не было иного выбора, как принять приглашение Московии. В северных землях, согласно договору, Гетман взялся организовывать новый поход на Крым. Но в преддверии войны с Литвой у московского царя планы изменились. Иван Грозный помирился с турецким султаном. Такой поворот событий не вписывался в мировоззрение украинского гетмана. В этой ситуации Вишневецкий сотрудничать отказался. В 1561 году Московия двинула войска на Великое княжество Литовское, в состав которого тогда входили украинские земли. Вишневецкому было приказано взять участие в походе. Он проигнорировал приказ, что очень взбесило царя. Тот пригрозил ослушнику всякими карами, поэтому Вишневецкий с единомышленниками возвращается на родину. Однако в дороге он сильно захворал. Выжить удалось чудом. По одной из версий, гетмана пытались отравить с подачи Ивана Грозного. С большими трудностями Вишневецкий прибыл в Краков. Здесь его восторженно встретило местное население. Великий князь Сигизмунд предоставил именитому земляку личного врача. Вскоре князь отправился в свой последний поход против Османской империи, в ее молдавские владения. По одной из версий, его якобы пригласила для помощи местная оппозиция. Но гетмана коварно схватили и отдали в руки его злейшего врага, турецкого султана. В Стамбуле Вишневецкого называли величайшим врагом блистательные порты. Власть ненавидела князя за его успешные походы на Крымское ханство и другие турецкие владения. Воеводу жестоко казнили. Его подвесили за ребро на железном крюке. Это произошло в 1563 году. Вот как описал эти трагические события польский хронист Мартин Бельский. Вишневецкий был сброшен с башни на крюк, вмурованный в стены возле морского залива по пути из Константинополя в Галату. Зацепившись ребром за крюк, он прожил в таком положении три дня, пока турки не убили его из луков за то, что он ругал их веру. Мартин Бельский. Польский историк. В песнях украинского народа Вишневецкий остался героем Байдэя. Это прозвище в просторечии означает «свободный человек». Героическая смерть воеводы превратилась в символ несокрушимости духа, а по всей Восточной Европе начали петь песню о славном герое. ПЕСНЯ Именно Дмитрия Вишневецкого считают отцом-основателем украинского казачества. В середине XVI века ему первому удалось сосредоточить на пустынном острове, в приграничье военный потенциал средневековой Украины. Вскоре сечевики станут единственными защитниками для миллионов соотечественников в борьбе за собственную государственность. А слово «козак» будет означать «волю и свободолюбие народа». В жизненной летописи Дмитрия Вишневецкого сложно отделить правду от вымысла. Политологи считают, что еще со времен Дмитрия Вишневецкого Московия возненавидела сечевиков за их честь, отвагу и любовь к отчизне. Эта ненависть со временем привела к полному уничтожению украинских казаков российской царской армии. А московские историки разных эпох трудились над поддержанием и созданием черных мифов о сечевиках. Обругивание казаков российскими историками, деятелями различными возникло в силу того, что необходимо было подорвать основы самоидентичности украинского народа. Необходимо было их дискредитировать. Это началось еще давно. Еще Шевченко писал о таких людях, что брешешь людоморы, то есть врешь, когда говоришь о казаках как убийцах, как о том, что они разбойники и воры. Ну, кроме того, у казаков был очень фундаментальный конфликт с московской державой, с московскими царями в силу собственной свободы и в силу рабства Российской империи. То есть вот этот конфликт между свободой и рабством, он был очень сильным. Современная Украина гордится своей историей и отдает дань Дмитрию Вишневецкому. Ему первому удалось в середине 16 века создать мощное казацкое войско, возглавить его и заявить о доблести и бесстрашии сечевиков на весь мир. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова